Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Тест пользователей. Новые автобусы Владивостока продемонстрировали на предмет доступности для инвалидов по зрению. Сегодня я услышал от представителей, что в автобусе ещё желательно во время движения через пару-тройку остановок объявляться маршрут. Подумаем об этом, постараемся сделать. Лучше меньше да лучше. Оптимизация транспортной сети и новая эмиссия транспортных карт жителей Владивостока. Времени мало, но шанс есть. Уже в пятницу радиостанция «Лема» завершит приём заявок на фотоконкурс «Леди осень-2019». Также в выпуске «Финал близок» уже 11 ноября откроется долгожданный проезд на улице капитана Шефнера. Ещё раз скажем, умеем и практикуем. Российско-китайские учения по выявлению источников радиации провела в аэропорту Кневичи Владивостокская таможня. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Дорожные службы города сообщают, что завершаются последние работы по герметизации деформационных швов на бетонном участке дороги по улице капитана Шефнера. В управлении дороги благоустройства городской администрации рассказали, что подрядчики завершили основные работы. Здесь полностью сделан новый участок бетонной дороги. Специалисты также в два слоя уложили асфальт на других участках этой улицы. Отремонтированы были и пешеходные зоны. Открыть проезд по этой улице планируется в понедельник, 11 ноября. Напомним, в минувшие выходные во Владивостоке заасфальтировали и разбитые улицы Володарского и Тунгускую, которые являются дублерами проезда по Шефнера. Правда, автовладельцы огорчены, что дублирующие проезды не привели в порядок до того, как начался этот долгожданный ремонт. Новые автобусы Владивостока протестировали инвалиды по зрению. Вместе с представителями управления транспортом мэрии они проверили, насколько машины, которые в этом году закупила городская администрация, соответствуют требованиям программы «Доступная среда». Подробности далее в сюжете. Вторая партия автобусов, закупленных администрацией города, для пополнения маршрутов прибыла во Владивосток. Новые автобусы протестировали представители Владивостокской организации Всероссийского общества слепых. Для участников поездки было важным понять, как работают в салонах автоинформаторы, насколько удобны новые автобусы для посадки и высадки, а также в целом комфортны для тех, кто имеет проблемы со зрением. В автобус, когда входишь, всё-таки помощь граждан важна. Чтобы обнаружить сидение, обычно нам показывают, что вот, проходите, пожалуйста, садитесь. Для незрячих, да, конечно, автоинформатор – это первая необходимость. А вот для глухих необходима бегущая строка с названием остановок. В новых автобусах всё это есть, в старых – не везде. Отвечая на вопрос, насколько удобно садиться и выходить из новых пазов и лязов, Светлана и Дмитрий, инвалиды по зрению, подчеркнули, что в этом им на помощь всегда приходит белая трость, которая, кстати, является сигналом для других участников дорожного движения, в том числе и водителей автобусов. «Подходя к дороге и намереваясь её перейти, мы, стоя ещё на тротуаре, должны вертикально вверх вот так приподнять трость, и затем мы должны параллельно к правью земли таким вот образом показать, дать сигнал водителю о том, что мы намереваемся уже вступить на дорогу и перейти». Во многих странах мира люди, которые пользуются белой тростью, имеют право переходить через дорогу независимо от места или сигнала светофора. И Владивосток не исключение. К сожалению, некоторые водители об этом не знают. Также Светлана высказала просьбу инвалидов по зрению слышать в салонах номера маршрутов. Об этом тоже мог бы сообщать автоинформатор. «Сегодня я услышал от представителей, что в автобусе ещё желательно во время движения через пару-тройку остановок объявляться маршрут. Подумаем об этом, постараемся сделать». Напомним, в этом году администрация Владивостока закупила 102 автобуса. 95 уже прибыли в город. Остальные должны быть доставлены до конца года. Все закупаемые автобусы отвечают требованиям программы «Доступная среда». Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом. А тем временем депутаты Думы Владивостока рассмотрели вопрос об оптимизации в городе маршрутной сети. Сегодня она состоит из 93 маршрутов, на которых работает около 700 автобусов. По итогам исследования пассажиропотока предлагается оптимизировать 52 маршрута, отменить 22, добавить 3 и 20 оставить без изменений. Планируется, что сокращены будут дублирующие маршруты. К слову, во Владивостоке все популярнее становится транспортная карта. В мэрии пообещали, что вторая партия 5000 карт и 2000 брелоков поступят в продажу уже на этой неделе. Стоимость карты остается прежней – 100 рублей. Цена брелоков – 150 рублей. Транспортная карта дает возможность рассчитываться за проезд безналичным способом в автобусе, в трамвае, троллейбусе и на фуникулёре. Подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Владивосток готовится к приобретению второй партии единой транспортной карты. Тысяча таких карт уже реализована в городе. ЕТК можно расплатиться в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулёре. Как пояснили в автоматизированном диспетчерском центре, который является официальным оператором проекта, во Владивостоке владельцами карты чаще всего становятся школьники. Транспортная карта – это билет длительного пользования. Очень удобен для населения в том плане, что мы можем контролировать поездки от наших детей. Если родитель заводит себе в телефон программу, на которой он может отслеживать каждую поездку собственного ребенка, где он машел в автобусе, где он зашел. Стоимость единой транспортной карты составляет 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка или через ресурс Сбербанк Онлайн. Транспортную карту во Владивостоке можно приобрести по следующим адресам. На верхней площадке фуникулёра, в диспетчерской трамвае на остановке Мингородок, в диспетчерской троллейбусе на остановке Автовокзал и на площади Семеновской. Все вопросы, которые возникают по обслуживанию карты, по моментам, которые связаны с ней, вы можете обращаться непосредственно в МКУ ДСФ в отдел технической поддержки. У нас есть специалист, который занимается этими вопросами. Соответственно, его телефон указан на единый транспортный карты. Если по каким-то причинам терминал не работает и пассажир не может рассчитаться за проезд, об этом можно сообщить по телефону 261-43-34. Напомним, что расчет с помощью онлайн-перевода за проезд незаконен. Безусловно, почти у всех сегодня есть банковские карты. Ими тоже можно рассчитаться за проезд. В этом случае транспортная карта является альтернативой. Выбор, чем пользоваться, только за самим пассажиром. В случае потери карты вам ее не только восстановят, но и вернут оставшиеся средства. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом. Монополисты главный авиаперевозчик с Дальнего Востока Аэрофлот и его дочка авиакомпания Россия так и не озвучили ни расписание, ни тарифы на авиаперелеты из дальневосточных городов в центральные районы России в 2020 году. В результате этого дальневосточники оказались фактически заблокированы в своем регионе и не могут планировать свой выезд на запад страны. Невозможность передвижения по своей стране для большинства дальневосточников сводит на нет все усилия российских властей. Остановить отток населения с Дальнего Востока резюмируют приморские СМИ. Приморцы и жители других регионов российского Дальнего Востока уже давно бьют тревогу и возмущаются отсутствием расписания полетов аэрофлота и России на 2020 год и цен на авиабилеты. Но ни местные, ни федеральные власти это никак не комментируют. В соцсетях пользователи заявляют, что национальный перевозчик шантажирует государство, а жителей таким образом заставляют уезжать с Дальнего Востока. Дальневосточная транспортная прокуратура проведет внеплановую проверку судовладельца танкера «Залив Америка», на борту которого во время стоянки в порту находка произошел взрыв, ибо гибли два моряка. Еще один пропал без вести. Уже создана комиссия по расследованию причин произошедшей аварии, повлекшей гибель моряков. Помимо этого, приморский транспортный прокурор признал законным возбуждение приморским следкомом уголовного дела нарушение правил безопасности эксплуатации движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. В данный момент судно находится на плаву и отшвартовано, но упрещала в морском порту находка. Кроме того, поиски моряка, пропавшего после взрыва танкера «Залив Америка», в настоящий момент проводятся силами компании судовладельца. Спасатели работу прекратили. Об этом сообщил представитель компании судовладельца «Наяда». Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Умеем и практикуем. Российско-китайское учение по выявлению источников радиации провела в аэропорту Кневичи Владивостокская таможня. Времени мало, но шанс есть. Уже в пятницу радиостанция «Лема» завершит прием заявок на фотоконкурс «Леди осень-2019». Добро пожаловать! В ближайшие выходные 9 и 10 ноября пройдут дни бесплатных экскурсий во Владивостоке. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Умеем и практикуем. Российско-китайское учение по выявлению источников радиации провела в аэропорту Кневичи Владивостокская таможня. Времени мало, но шанс есть. Уже в пятницу радиостанция «Лема» завершит прием заявок на фотоконкурс «Леди осень-2019». Добро пожаловать! В ближайшие выходные 9 и 10 ноября пройдут дни бесплатных экскурсий во Владивостоке. Не допустить ядерные материалы и радиоактивные источники на территорию страны. Российско-китайское учение провела в аэропорту Кневичи Владивостокская таможня. По легенде учений, в аэропорт прибыл самолет из района радиоактивного загрязнения. Сотрудники таможни обнаружили в багаже прибывшего гражданина вещи, загрязненные радионуклидами. Чемодан с вещами был признан радиационно опасным. Таможня запретила ввоз багажа в Россию. Владивостокская таможня с момента аварии в Японии на АЭС «Фукусима-1» с апреля 2011 года выявила 850 радиационно опасных объектов. Во всех случаях было принято решение о запрете их ввоза. За последние три года Владивостокская таможня 15 раз выявляла источники излучения, в основном в составе партии лома черных металлов. За этот год выявлено три таких случая. В частности, радиационный контроль не прошли, игральные карты и коленный бандаж в багаже пассажира. Туристическое будущее провинции Цзилинь обсудили на большой пресс-конференции в городе Чанчунь. Целью мероприятия было обсуждение туристических продуктов, которыми может похвастаться быстро развивающийся регион Китая. В последние годы провинция Цзилинь плотно работала со своими ресурсами и создала серию популярных туристических маршрутов, включая зимний, индустриальный и приграничный туризм. Мероприятие привлекло внимание порядка 30 иностранных СМИ. На встречу побывали и корреспонденты «Восьмого канала». В преддверии Олимпиады 2022 в Китае мы можем похвастать богатым набором услуг. Например, 300 миллионов человек так или иначе связаны со сферой зимнего спорта. Потенциально Китай готов привлекать сотни миллионов туристов. Мы подготовили почву для развития индустрии туризма. Мы должны продолжать способствовать развитию туризма в целом. Нужно полностью мобилизовать активность и силы масс, которые работают над имиджем современного Китая. Цзилинский туристический рынок обладает особой притягательной силой. По итогам пресс-конференции специалисты с самыми интересными разработками получили дипломы за успехи в продвижении китайского туризма. Дни бесплатных экскурсий пройдут во Владивостоке. В ближайшие выходные 9 и 10 ноября посетить экспозицию «Владивосток. Время крепости» в музее города можно будет, не приобретая входные билеты. Напомним, музей-заповедник «Владивостокская крепость» и музей имени Арсеньева презентовали совместный выставочный проект в сентябре. Экспозиция площадью 250 квадратных метров выполняет функцию визит центра Владивостокской крепости и раскрывает феномен этого масштабного сооружения, сыгравшего важную роль в обеспечении безопасности восточных границ нашей страны. Все желающие увидят предметы вооружения солдат рубежа 19-20 веков, награды, документы, письма, фотографии, гранд-макет территорий полуострова Муравьева, Амурского и острова Русский 914-1916 годов и видеоинсталляцию с показом объектов крепости в их современном состоянии. Бесплатные экскурсии будут начинаться в 10 утра и идти с часовым интервалом. Последняя экскурсия начинается в 18 часов. Сову с сотрясением мозга спасли на земле леопарда. Длиннохвостая неясыть получила травму в результате столкновения с автомобилем. Это установили специалисты заповедника. Хищницу обнаружили у автомобильной дороги раздольная Хасан. Она вела себя неадекватно, словно оглушенная, не могла взлететь. Поэтому неравнодушные граждане сразу же передали травмированную птицу сотрудникам отдела науки нацпарка «Земля леопарда» в селе Барабаш. Специалисты провели для совы специальный курс лечения. Составили насыщенный рацион. Оказавшись в надежных руках и получив необходимую помощь уже через несколько дней, птица оправилась от полученной травмы, набралась сил. Финальный ветеринарный осмотр показал, что после получения ушиба ее состояние стабилизировалось. Местом выпуска стал заповедный лес «Земля леопарда». После выпуска сова взлетела на ветку ближайшего высокого дерева и еще некоторое время словно с благодарностью наблюдала за людьми, которые спасли ей жизнь. Уже в пятницу радиостанция «Лема» завершит прием заявок на фотоконкурс «Леди осень-2019». Ведь осенью приморская природа особенно прекрасна. Чтобы еще раз обратить на это внимание, чтобы наполнить прохладные осенние дни теплом лучезарных улыбок самых ярких и прекрасных жительниц Владивостока и Приморья, и проводится эта акция. Милых и очаровательных дам просят присылать свои лучшие снимки, самые яркие и незабываемые осенние фотографии и портреты по адресу ladysobaka.radiolema.ru Более подробно о конкурсе вы можете узнать на сайте radiolema.ru А уже сейчас среди потенциальных «Леди осень» оказались юристы, экономисты, дизайнеры, студентки и домохозяйки. Выбирать лучшее будет компетентное жюри, состоящее из партнеров проекта, известных художников, фотографов, представителей модельного агентства. Кстати, среди партнеров будут представители американского бренда сумок и аксессуаров «Николь Ли». Награждение финалисток проекта «Леди осень-2019» состоится 22 ноября в 2019 году. В прямом эфире радио «Лема» в вечернем шоу быстрого реагирования. Вратарей «Адмирала» попали в десятку лучших галкиперов по версии КХЛ. Футбольный клуб «Луч» проведет последний домашний матч в этом году. Краевые соревнования по легкой атлетике пройдут во Владивостоке. Все подробности у Максима Яковлева. Галкиперы «Адмирала» вошли в десятку лучших вратарей КХЛ. Континентальная хоккейная лига составила такой рейтинг из 24 клубов. В статистику шли все результаты за осеннюю часть чемпионата. В итоге оба вратаря «Адмирала» Юха Алкиноура и Антон Красоткин оказались на 8-й и 9-й строчке соответственно. Они отразили более 90% всех бросков. Благодаря их работе из 25 прошедших матчей «Адмирал» проиграл только в 11-ти. А в трех играх «Приморцы» и вовсе не пропустили ни одного гала. Напомню, сейчас «Моряки» находятся на 7-й строчке в турнирной таблице. Следующий матч «Адмирал» проведет в Владивостоке. 15 ноября в гости приедет финский «Йокерит». Футбольный клуб «Луч» проведет последнюю домашнюю игру в этом году. Матч во Владивостоке состоится 9 ноября. Соперником нашей команды будет «Нефтехимик» из Нижнекамска. После этой встречи владивостокцы улетят на запад России, где сыграют заключительные три матча осенней части турнира. И только потом желто-синие уйдут на зимний перерыв. «Луч» пока продолжает серию неудач, которая достигла уже девяти матчей подряд. Последнюю победу команда одержала в начале сентября в игре с Мордовией. После этого эти игры побеждали лишь в Кубке России. Старт заключительной домашней игры с «Нефтехимиком» пройдет 9 ноября в 14.00. Владивосток примет краевые соревнования по легкой атлетике. Мероприятие под названием «Первая высота» станет также этапом всероссийских состязаний. 7 и 8 ноября в маниже стадиона «Динамо» сойдутся лучшие спортсмены в возрасте 12 и 15 лет. Свои школьные команды представят Артем, Большой Камень, Партизанск, Владивосток и многие другие города. Легкоатлеты будут бороться за награды в беговых дисциплинах, в прыжках, а также в толкании ядра. Победители и призеры по итогу получат не только награды, но и возможность представить регион на дальнейших окружных соревнованиях. Основная борьба развернется 8 ноября с 12.00. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Финал близок. Уже 11 ноября откроется долгожданный проезд по улице Капитана Шефнера. Тест пользователей. Новые автобусы Владивостока протестировали на предмет доступности для инвалидов по зрению. Лучше меньше, да лучше. Оптимизация транспортной сети и новая эмиссия транспортных карт жителей Владивостока. Умеем и практикуем. Российско-китайское учение по выявлению источников радиации провела в аэропорту Кневича Владивостокская таможня. Культурный обмен туристической будущей провинции Дзилинь обсудили на большой пресс-конференции в городе Чанчунь. Добро пожаловать! В ближайшие выходные 9 и 10 ноября пройдут дни бесплатных экскурсий во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.